Микс Ньюс Олег Пеков в студии начинается программа «Синема» И сегодня со мной директор «Кинокулц» Сергей Мусатов Добрый вечер Добрый вечер И мы решили подвести итоги вручения премии «Оскар» Я понимаю, что уже, наверное, подвели их огромное количество людей в разных странах мира И уже обсуждали Но, может быть, мы обсудим какие-то тренды, тенденции То, что осталось, может быть, за кадром Какие-то вещи, на которые хотелось бы обратить внимание И поговорить, ну, потому что мы уже сошлись за эфиром Во мнении, что удовлетворить всех абсолютно Наверное, ни одна церемония вручения наград не может Все равно скажут, что кто-то чего-то кому-то не додал И этот случай не исключение Самый большой, наверное, все-таки сюрприз То, что вроде бы американская киноакадемия И вручает «Оскар» есть отдельная категория иностранный фильм Ну, чтобы вот отметить кино, которое на иностранном языке Которое показывал Они, правда, в этом году именно сменили название У них до этого был фильм Категория называлась «Фильм на иностранном языке» Сейчас категория называется «Международный фильм» Поэтому вот этот нюанс был важен, чтобы можно было паразита Который является фильмом на южнокорейском языке На корейском языке Чтобы можно было добавить в главную категорию За главная картина года Поскольку обычно туда добавляют только фильмы на английском языке А поскольку они сейчас сменили То они могли добавить паразитов и в категорию «Лучший фильм» И в категорию «Международный фильм» Ну, это очень странно Потому что вот уже кинокритик Александр Колбовский С которым мы часто тоже связываемся И по скайпу, он приходит в студию Он у себя в блоге написал Что это все равно, что Слушайте, ребята, а разве так можно? Может, мы тогда Нику дадим Тарантино Как лучшему фильму года, например? Вот почему «Белый орел» В смысле «Золотой», простите, «Орел» И «Ника», вот российские Вручаются российским фильмам И здесь как будто бы Было бы очень странно Если вдруг отдельная есть категория Да, для иностранного кино И вот очень странный выбор То, что и режиссер, и фильм И лучший сценарий Отдостаются Ну, не говоря уже там Лучший иностранный фильм Вот как раз этой картине «Паразиты» Но это такие вот новшества кинокоди Может быть, они пытаются таким образом Ну, быть более политкорректными, что ли То есть, поскольку Я уже тоже не знаю Сейчас все боятся кого-то обидеть Я думаю, это как реакция на то, что у них уже в течение последних 20 лет падают рейтинги То есть, если сравнивать рейтинги Телевизионные, да Телевизионные рейтинги в 2000 году То это было 46 миллионов Сейчас у них 23 миллиона За последний год они потеряли 6 миллионов За последние 20 лет они потеряли половину своих зрителей Ну, тогда же был «Титаник» вот как раз Ну, да, «Титаник», но плюс то, что мы просто меньше смотрим телевидение То, что аудиторию, а не новую То есть, молодую аудиторию им сложно достичь и завлечь И к тому же, поскольку они стараются при падающих рейтингах менять свою церемонию То они немного отстраняют свою классическую аудиторию Поскольку они меняют формат И вот, возможно, какой-то консервативной аудитории Больше нравится, как раньше было Традиционные «Оскары» На самом деле, я тоже посмотрел «Оскары» и подумал, что раньше Когда в моем детстве я смотрел «Оскары» То есть, получается Ну, например, 25 лет назад 20 лет назад Это всегда было как праздник Кинопраздник Это было что-то интересное, магическое Вот там происходит И награждают вот этими статуэтками золотыми Главные фильмы года Это действительно кинопраздник А сейчас посмотрел «Оскары» И, ну вот, раздали к статуэтке Но раньше ведь был ведущий И, как правило, все-таки это была очень яркая личность Я до сих пор вспоминаю Билли Кристалла Который, если я не ошибаюсь, там 4 или 5 раз он вел церемонию И вот его фирменная совершенно была потрясающая нарезка Где он себя вклеивал внутрь фильмов Я прекрасно помню, как эти моменты были из фильма «Тайные секреты Лос-Анджелеса» Где его вытаскивают в лицо, значит, из унитаза Где, значит, окунали Где ему плюют Он провожает «Титаник» И, значит, учит плеваться Ди Каприо Кейту Инслит И плюет и попадает в него Но такие вот потрясающие они были смонтированы так Что это было абсолютно в той же цветовой гамме То есть там все было сделано так Что это воспринималось как часть фильма И это было так смешно, так весело Так остроумно, неожиданно То есть это всегда смотрелось Как какой-то, в самом деле, праздник Это шоу было Это было шоу И проблема сейчас заключается в том Что они пытаются Во-первых, они пытаются сократить церемонию Но делают это очень странным образом Это уже второй год, когда нету главного ведущего При этом вместо того, чтобы был главный ведущий Они по времени ничего не добавляют в себя Поскольку они дают, значит, одному человеку Назвать другого человека Который назовет третьего человека Который назовет победителя Или в таком духе То есть по времени, на самом деле, ничего не выигрывают При этом это добавляет такой Ну вот, мискоммуникации Это добавляет то, что непонятно, что происходит И это уменьшает количество вот этого шоу Потому что когда у нас ведущий То он может на протяжении всей церемонии Какой-то нарратив создать Какую-то сюжетную линию Например, когда был тот же самый Нил Патрик Харрис Тогда у него была Вся церемония как один фокус Он в начале церемонии назвал, что вот этот победит Я поставлю ящик, за которым вы можете следить И в конце я открою ящик И там будут те победители Как я это знаю? Вот это мой магический трюк Ну то есть это какая-то даже сюжетная линия И в таком плане это действительно было как шоу А сейчас получается Несколько сцен Которые совмещены друг с другом Посередине Аминем Почему-то с 70-летней песней И в таком духе это получается Что вот такое Как передача Это не шоу Но мне кажется еще проблема в том Что вот до последнего времени Вообще было Большой минус Оскара Что он награждал фильмы Которые практически никто не знал Не смотрел И я даже вот когда Делал какой-то материал про Оскар Я хотел поставить победителей последних лет Ну вот плакаты яркие И я смотрю Вот за последние лет 10 Нет ни одного Вот начиная с Гладиатора Эти фильмы Которые побеждали на Оскаре Спроси Вот Ты смотрел там этот лунный свет Ну простите Но все-таки вот Ну люди Или там этот Столкновение Этот вот Крэш Фильм Крэш Да как раз И люди вообще не могут вспомнить Что это за кино Что это был за фильм То есть Это не Ну вот мы понимаем Есть Титаник Есть Гладиатор Ну то есть есть такое яркое кино Которое Ну такое знаковое Вот это вот Ну действительно Вот что-то было такое И когда вот эти Им на смену приходят фильмы Более элитарные Более Ну Более Скажем так Артхаусные И Здесь Получается что аудитория Абсолютно уже фиолетова Кто побеждает Кто эти люди Кто эти Что это за фильмы То есть падает интерес Может быть именно из-за этого Да И они пытались Как-то это все Обуздать Они хотели В какой-то момент Делать категорию Лучший популярный фильм Ну это настолько Бессмысленная категория Что значит популярный фильм Ну вот популярные фильмы Сейчас были Несколько диснеевских мультфильмов И Звездные войны Но это не номинация И как тоже Расценивать Кто получил больше Сборов Ну это тоже странно Но тем не менее Например Когда вышел Аватар Аватар был Номинирован Достаточно весомо Сейчас у нас есть Новый победитель Это Avengers Endgame Мстители Последний значит Завершающий фильм Который завершил Не просто Какой-то Там Три фильма Это 23 фильма Было Он завершил Огромный Огромный проект Который до этого Раньше Даже в киноиндустрии Не был создан При этом Над этим проектом Был продюсер Кевин Файги Который это все Сконструировал И действительно Если так подумать Это достаточно Массивный проект И надо отдать Должное Что вот он Это все провернул Потому что На самом деле Последняя часть Она была Очень удовлетворительная Даже когда Мы говорим о том Что у нас Небольшая усталость От комиксных фильмов Все равно Когда последняя часть Была Когда все эти Супергерои Появились на экране Это был Отличный Кино Момент И при этом Он не номинирован За лучшую картину Он не получил Ни одной награды Все думают Что возможно Может быть За спецэффекты Получится За спецэффекты Тоже не получил И к тому же Что очень понравилось В одном подкасте Говорили О том Что Очень странно Что в категории Например Костюмы До сих пор Настолько традиционно Дают Разным Драмам Действия Которые происходят В 19 веке Костюмированные драмы Им дают А вот например Звездным воином Или тем же самым Мстителем Где действительно Такие яркие костюмы Которые ты можешь показать На картинке Ты знаешь Откуда Из какого фильма Им не дают Это странно Поскольку действительно Если бы В категориях Было и Авенджеры В каком-то моменте Тогда это было бы Интереснее И те зрители Которые Знают о фильме Они бы тоже Подключились Смотрели за своим фаворитом Получит он награду Или нет Ну и Еще наверное Один момент Который Меня лично Тоже стал раздражать Это страшная Политкорректность Оскара То что он Очень Стал Высчитывать Сколько Там темнокожих Актеров и актрис Каждый год Номинировано И Начинается Там уделяться Какое-то очень Повышенное внимание Вычислять Сколько там Актеров азиатской Внешности Сколько Режиссеров Откуда Эти картины Вот это Ну мне кажется Вот как раз И есть Таким проявлением Расизма Когда Ну начинают Педалировать Просто Говорить Что вот должно быть Определенное количество Обязательно Там не знаю Вот Какой-то национальности Или расы И более того Ну вот мне казалось Что гораздо более Вот Золотой глобус Вот с Джервейсом Как раз его Абсолютно Такой Очень Такими Резкими Высказываниями Звободенной Сатирой Очень Да Вот это Это прямо Вот ну Смотрелось Настолько свежо И то Чего Оскар Себе Почему-то Позволить Не может Хотя вот Именно Вот эти Выражения Червейса Когда он Обращаясь К звездам Говорил Что Вы ничегошеньки Не знаете Там о реальной жизни Не смейте Вообще Выходите Нас поучать Вот Ну у нас Простых Типа людей Со сцены Каким-то Мудростям Потому что Вы Абсолютно Вы живете В золотой клетке Вот получили Свою награду Поблагодарили Свою папу С мамой И давайте Шуруйте Со сцены В общем Ну не задерживайте И это Ну я видел Как морщились В зале Кинозвезды Вроде делая вид Что им смешно Но чувствовал Что как-то Им было ужасно обидно Это смотреть Но с другой стороны В этом Есть какая-то Сермяжная правда Потому что Когда выходят Действительно Ну актеры Начинают там Ну вот Размышлять Что-то говорить Это как-то Ужасно скучно И Ну пафосно Случай Вот Это Я начну немного Вот тоже С политкорректности Это интересный момент Потому что Оскара Можно разделить На две Ипостати Это одна Это церемония Которую мы смотрим Телевизионный шоу Другая Это непосредственно Киноакадемики Напомню Это Восемь тысяч С половиной Киноакадемиков Которые Принимают Значит Эти листки По голосованию И они выстраивают Свои Свои оценки Свои Фавориты Причем делают Это очень субъективно Например Журнал Голливудский репортер Часто публикует Статьи О том Как они опрашивают Киноакадемиков И обычно Эти Отзывы Очень интересные Потому что Ты видишь Насколько Иногда Мало Раздумий Входит В выбор Лучшей ленты Или лучшей актрисы Например В адрес Маленьких Женщин Литл Вумен Этот Киноакадемик Сказал Не могу Понять Почему Это вдруг Американские Женщины Играют Четыре Британских Актрисы И это Был ее Главный Комментарий Почему Он не Дал Этому Фильму Голос То есть Да Такое Настолько Это все Субъективно То есть Если мы Разделим На церемонию И на Киноакадемиков То получается Что Во время Церемонии Мы действительно Видели Очень много Что они Стараются Делать Более Широкую Репрезентацию И Разнообразие Среди Ведущих При этом За кулисами Среди Киноакадемиков Мы знаем Что до сих пор Ситуация такая Что там В основном Сидят Белые Пожилые Актеры И поэтому Когда они Выбирают Они выбирают Среди своего Белого Пожилого Актера Вкуса И поэтому Получается Что если бы Они Разбравили Киноакадемию Тогда Среди Номинантов Не было бы Вот эти Квота Или Обязательный Выбор Потому что Например Среди актрис Есть одна Чернокожая Актриса Которая Получила Номинацию Это пример Она получила Номинацию За роль В которой Она играла Рабыню И Я думаю Что если бы Среди киноакадемиков Больше бы Скажем Чернокожих Женщин То скорее всего Этот выбор Тоже был бы Интереснее То скорее всего Они номинировали Например Фильм Джордана Пилла Мы Ас Где тоже Лупита Сыграла Отличную роль Это была Очень интересная роль Она сыграла Две роли Фактически В этом фильме Я надеюсь Не спорю Сейчас И поэтому Это все Выглядит Действительно Фейково Или Искусственно Ну вот Говоря По выбор Я очень Я не помню Забыл имя Актрисы Есть просто Очень любопытный Действительно Факт Реальный Факт О том Что Актриса Номинированная На Оскар Она Стала членом Киноакадемии Как раз Перед голосованием И она проголосовала За себя И после всего Выяснилось Что ее голос Оказался решающим То есть У нее было Ну там было Равное количество Голосов Вот между Претендентками И то Что она за себя Проголосовала Это определило Что она получила Оскар Не ну А за кого еще Тарантино Говорит Что Мне понравился Тарантино Тоже не в связи С Оскарами Но он говорит Что он не понимает Когда другие режиссеры Говорят Я не могу смотреть Своё кино Он такой Что значит Я не могу смотреть Своё кино Я всегда смотрю Свои фильмы Потому что Это мои фильмы Я их снял Мне нравится Как эти актеры играют И поэтому Ты чувствуешь Что он любит кино Поэтому мы смотрим Тарантино То есть да Естественно Голосуй за себя Но все-таки Хорошая работа сделана Хотя вот есть Большое количество Тоже деятелей Голливуда Среди них Вуди Аллен Кто не ходит Принципиально На эти церемонии То есть Ну В принципе Ведь очень много Несправедливости Можно сказать И так То что Аль Пачино Получил С седьмой попытки То что Мартин Скорцезе Получил За самый Ну не самый Свою удачный фильм Уже Когда стал Просто неприличным Его Наверное Ну не отметить Не ну И там Департнен Правильно Да 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 Не ну Департнен Дравится Все нормально Хорошо что у них Юго Так что Но Диккенс получил Только с 13 попытки Оператор знаменитый Тоже Такая ситуация Но мы еще посмотрели Кстати вот Для того чтобы Еще Поставить Наверняка Точку Вот в этой Субъективности Это мы Посмотрели Перед передачей Кто еще Не получал Никогда награды Это например Хичкок Который не получил Награду Он получил только Ну за выслугу летом Условно говоря Это почетный Но не в самом Конкурсе Чаплин не получил Рилли Скотт не получил Финчер не получил Кубльк не получил Кубльк получил Только за спецэффекты Ну то есть это Питер Атул не получил Да Это к тому что Выбор он Очень специфический И выбор Фильмов тоже Очень странный И опять таки Это потому что У нас Нету Этой киноакадемии Которой Более широко Представляет Различные слои Общества И различные Интересы И различные Вкусы И поэтому Они немного Устраиваются В одну Какой-то В один Какой-то Жанр И поэтому В этом жанре Там нет Например Тех же самых Авенджеров И поэтому Да Иногда Выглядит Получается Что вот Мунлайт Например Он немного Как высвечивается Что его Блекалетно добавили Потому что Среди остальных Фильмов Девяти Он выглядит Немного Иначе Но С другой Стороны Ведь Не было Такого Если посмотреть Вообще Вглубь Оскаров Там Семидесятые Восьмидесятые Годы Тогда Вполне Достаточно Коммерческое Кино Получало Например Рокки Первый Получил Оскар Как лучший Фильм Крестный Отец Боролся С Кабаре В свое Время То есть Они Оба Были Ну вот Просто Попали в Один год Это был Очень мучительный Тоже выбор Это были Все-таки Ну такие Блокбастеры То есть Тот же самый Титаник Они Были С одной стороны Очень Любимы Народом То есть Публика Их знала За них Болела И с другой стороны Они достаточно Хорошо Смотрелись Как Ну такое Художественное Произведение То есть Ну вот Не стыдно Было Дать Сейчас Вот почему-то Вот эта ситуация Немножко Мне кажется Изменилась То что мы Смотрим Сейчас Наблюдая За Оскарами Опять-таки Учитывая Что у них Падают Рейтинги Это как Такой Локомотив Который Разбежался И Они Может Пытаются Что-то Изменить Но Локомотив Уже Бежит И Рейсы Заканчиваются И вот Они Никак Не Можут Повернуть Потому что За этот Примежуток Времени Тоже Если мы Скажем Последние 20-30 лет У нас Сильно Сменились Ценности И В том числе Что мы Считаем Корректно Что мы Не считаем Корректно Это Также Связано С тем Что у У нас Теперь Есть Технологии Интернет Где мы Больше Общаемся И больше Узнаем Друг о Друге И Можем Эмпатизировать Другим Тоже Группам В обществе У нас Сменились Привычки Как мы Вообще Смотрим Содержание То есть Во-первых Из-за Например Нетфликса Мы смотрим Больше сериалов Мы смотрим Больше Кракометражного Кино Мы смотрим Фильмы И сериалы В тот момент Когда нам удобно Не в тот момент Когда в 19 Начинается Церемония А мы смотрим Тогда Когда нам удобно И опять-таки Это поскольку Оскары Все еще Остаются Немного В таком Ностальгическом Пространстве Где они Не готовы Радикально Измениться Потому что Наверняка Они боятся Что они Существующую аудиторию Потеряют Они поэтому Медленно Но верно Теряют Просто зрителей Потому что Они не добавляют Новых И как они Пытаются Вот почему Это интересно Наблюдать Потому что Это как Такая авария Которая происходит В замедленном движении На твоих глазах Мы видим Что они пытаются Завлечь Молодую аудиторию То есть Была певица Билли Айлиш Которая там Участвовала Я не знаю Почему Был Эминем Но Действительно 17 лет Прошло С момент Песни Им надо Сократить Церемонию Зачем Доволять Эминем Белого Рэпера Ну Нет ответа Возможно Они тоже Пытаются Достичь Молодую Аудиторию Но Это Просто Плохой Шаг Достичь Аудитории Плюс Они не идут В другие форматы Поскольку У нас есть Ютуб У нас есть Подкасты У нас есть Социальные сети Это все Остается За ранками Вот этой Традиционной Церемонии И Из-за этого Из-за разнообразия Из-за Того Что нельзя Например Удобно Посмотреть Только на Телеканале То есть Я например Хотел бы Посмотреть Оскар Я не могу Зайти на Сайт Оскар И просто За 2 доллара Посмотреть Церемонию Это странно Поэтому Мы смотрим Как они Пытаются Но мы смотрим Как у них Не получается Мне кажется Что вот Паразиты Как раз Это еще Одна попытка Завлечь Аудиторию Просто Не молодую Аудиторию Что Вот Как-то Не очень Хорошо Выходит А Аудиторию Глобальную Международную В таком Плане Что Да Это Американская Награда Но Вот мы Теперь Международные Фильмы И Вот Фильм Не на английском Получил Главный Приз Но вот Это выходит Очень нелепо Потому что Действительно Как-то Сложно Определить Какой же Теперь у вас Концепт Какие фильмы Вы награждаете Как Как получается Что вот Главный Приз Вы даете Среди Фильмов 9 Среди которых 8 на английском 1 было на Корейском Вы ему Дали приз А что Тогда Международная Категория Почему Там тоже Паразиты Почему Там нет Многоязычных Фильмов Это все равно Что награждать Сразу Как Лучший актер И лучшая Актриса Казалось бы Или Или Определитесь Куда Оскар Ну и Какие Тенденции Тренды Это Открывает В принципе У нас Была Прекрасная Возможность И до сих пор Есть еще Некоторые Фильмы Посмотреть И Джокер Хорошо Прекрасно Шел В прокате Паразитов Правда Показывали По-моему На Рижском Международном Кинофестивале На Балтийской Жемчуге Ну то есть На Балтий Скажем Что же Не показывали Показывали На Рижском Кинофестивале Да Один сеанс Абсолютно Заполненный Был И сейчас В принципе Его добавили Практически Во все кинотеатры То есть Можно И в Киноцитаделе И в Аполло Касун Сплендит Кинобиза У всех Есть паразит Так что Можно Верс Посмотреть Да Ну и Интересно Что вот Фаворит Казалось бы Все ставили На 1917 У нас Он Вот я Судя по Самым последним Сбором Вижу что Очень слабо Он прошел То есть Ну 10 тысяч Там без малого 10 тысяч Зрителей То есть Это ну Все таки Не Не Такие Данные Ну и тем более Через 5 недель Вот его Посмотрели уже Там 430 Зрителей Как-то очень резко Упал интерес Ну и Кролик Джоджо Тоже вот Замечательное Совершенно кино Тайкоба Айтити Ведь он получил За Адаптированный Сценарий Оскар Я видел Я не знаю Правда Кто это снимал Но вот Гуляла Заснятая В Твиттере Видео Где он его Старательно Прячет Под Оскар Под кресло Это так Смешно Очень выглядело Как-то он Так Поглянувшись По сторонам С Тайкоба В кинотеатр В кинотеатр Киноцитадео Тоже можно Еще успеть Еще раз Посмотреть На большом экране Тем более Что может быть Вот не успели Вы посмотреть А картина Все-таки Принесла Бреду Питу Долгожданный Именно актерский Оскар Потому что у него Был уже Оскар Да Или за 12 лет Рабства Я не помню А может быть По-моему за 12 лет Рабства Ну продюсерский Именно продюсерский И в принципе Ну очень Я все время Припоминаю Что одно из первых Появлений Бреда Пита Было как раз В фильме True Romance По сценарию Квентина Тарантино Тогда Который снял Тони Скотт Да Вот Очень понравилась Как раз Речь Бреда Пита Очень понравилась Как он И Рассказал Немного О важном О том Что мы делаем В обществе Он рассказал Немного Вот Всем привет И раздал Но раздал При этом Как актер То есть То что Было заметно Когда смотрел Именно речь Бреда Пита Что возможно Это вот Такой Чуть ли не Один из последних Актеров Такой величины Который получает Свой первый Оскар И у которого Есть возможность Тоже Сказать Красивую Уступительную Речь Потому что Мы как раз Начали С партнерами Коллегами Говорить о том Есть ли Среди Двадцатилетних Такие фигуры Как Бред Питт Или Ди Каприо Или Лу Смитт Но их нету То есть Таких звезд Такие как Бред Питт Когда ему было Двадцать лет Но он же был Мега звезда Это актер Который Все клеили плакаты И мне кажется Что вот на данном Моменте Ну не знаю Тимати Есть Шалом Правильно Но ему еще Расти Но вот Нету Таких звезд И поэтому Было интересно Наблюдать Особенно учитывая За какую роль Он получил Тоже Завидающий Блеск актеров То было интересно Посмотреть На его речь И еще Очень понравилась Речь Хоакина Феникса Которая тоже Говорила И о том О чем нам Важно Уделять Внимание В обществе И о климате И о разных Видах дискриминации Плюс О том Ну о его скандалах Из его Прошлого Именно конкретно С фильмом I'm still here Который он делал С Кейси Аффлоком И то Как Голливуд Дал ему второй шанс И это было Очень эмоциональная И личная речь И поэтому Было Ну Действительно Захватывающе Смотреть Это выступление То есть Это из таких Более положительных Моментов И очень понравился Тоже скетч С Майи Рудов И с Кристин Уиг Было действительно Смешно Но если Кстати Сейчас Стало возможным Не просматривая Всю церемонию Эти самые лучшие Моменты Оскара Всегда можно Найти Вот не всегда Об этом мы говорим Что скажем Оскары Но вы живете В 20-м году Почему сразу После того Как церемония Закончилась Не закачать Все в Ютуб Чтобы можно было Расхватывать Эти моменты И делиться И чтобы Оскар продолжал Быть среди Разговора Киноманов Нет Они не ставят На Ютубе Поэтому Есть либо Пиратские Какие-то копии Склинеры Либо Там Entertainment Ньюз Канал Опубликовал Свой обзор И вот Эти моменты Которые Не меняют Формат Не пытаются Заговорить С молодежью И показать Что есть хорошее кино И немного Образовать Молодежь Что надо смотреть Что не надо смотреть Как надо оценивать кино Вот этого момента Нет И поэтому Да Они теряют Зрителей Ну да К сожалению Так происходит Хотя вот Фильмы Форд против Феррари Замечательное кино Тоже Которое И мы вот уже Упомянули Нетфликс И ведь Это Тоже Интересная Тенденция То что Нетфликс Начал Очень активно Ну практически На Оскаре Он выступил Мощно В этот раз Нет Нет Но я имею ввиду Что по номинациям Номинациям Да Номинациям Было Очень так Это здорово Ну кстати Извиняюсь Что-то перебил По номинациям Вот Нетфликс Это тоже Очень интересный момент К сожалению Среди Киноакадемии Есть какое-то Противостояние Нетфликса Что это Не настоящее кино Или они Не показывают Кинотеатрах Поэтому это Не настоящее кино Но факт Остается фактом Что скажем Если бы Marriage Story История брака Брачная история Брачная история Если бы она вышла В кинотеатр То скорее всего Я бы не смог Его смотреть Легально Потому что В нашем прокате Наверняка Не вышел бы фильм А в Нетфликсе Я мог его посмотреть И учитывая Вот такую доступность Скорее всего Этот фильм Который он Более малобюджетный Средний бюджет То его посмотрело Больше людей И вот это Надо как бы Учитывать Что есть тогда Возможность Показать Маленькое кино Более широкой аудитории И тогда Эта широкая аудитория Тоже будет подключаться К церемонии И наблюдать За своими фильмами Но поскольку У них Такой иногда Спор с Нетфликсом Какая-то битва Между собой Тогда они Могли бы Использовать этот момент Но они его Не до конца используют Да Потому что Все-таки Есть удобство То что можно посмотреть В любое удобное Для тебя время А в то же время В кинотеатрах Это все-таки Ограниченное количество Экранов Площадок И если фильм Например Ну без Каких-то эффектов Там Ну в нем Нету экшена Перестрелок То есть Большая Вероятность того Что все-таки Кинотеатры будут Его сдвигать Куда-то В маленькие залы В неудобные Какие-то Сеансы Которые Ну просто Чтобы не терять Оборотов А здесь Вот это Именно Нетфликс Дает возможность Такому серьезному Ну вот Драматическому кино Существовать И быть увиденным Большой аудиторией Которая возможно Бы не пришла В кинотеатр Смотреть этот фильм Ну просто потому что Или нету времени Или там Неудобные сеансы Ну плюс Скорее всего Если фильм Не идет То обычно Кинотеатр Снимает через Две недели С проката Поэтому да Возможно Просто не было возможности Есть еще Противоположная Точка зрения Мне понравился Анализ Насчет Почему Ирландец Мартин Скорсеси Не получил Ни одной награды Да Ни одной награды Что Если бы Это кино Показывали в кинотеатре Когда ты приезжаешь В кинотеатр И вот Это фильм Который К сожалению Много разговоров О том Что он был длинный Четыре часа Ну не четыре Чуть меньше Но Серьезно То есть есть И Титане Который тоже был Три часа И Грестные отцы Который тоже был Три часа И Устерин и конец Тоже был Три часа То есть есть Много фильмов Которые за Три часа Но если ты Приезжаешь В кинотеатр Ты садишься В кресло И у тебя нет Возможности Вот эти три часа Как-то вырваться А когда ты смотришь На Нетфликсе Тогда ты можешь Поставить паузу То есть даже Когда вышел На Нетфликсе Ирландец Появилась картинка В интернете Которую Мартин Скорсетти Не одобрил Но там было описано Где ставить паузу Чтобы смотреть Ирландца Как сериал В какие моменты То есть Возможно Это Немного сыграло Против Но это Опять-таки Спекуляция И непонятно Возможно Действительно Это просто потому Что Нетфликс Это что-то новое Новые технологии И вот этим Более Старые Верские актеры Не очень нравится Компьютеры И все что там происходит Раньше Это Просто показывали На дисках И так далее Ну у нас Вот уже остается Все меньше и меньше Времени А ведь Здорово Хотелось бы еще просто Может быть Нашим слушателям Напомнить о том Что из классики Можно посмотреть На большом экране Ведь это здорово Что Есть возможность Те фильмы Которые Может быть Вы даже Ну вот Были слишком Маленькими Или Они выходили Тогда Когда Эти фильмы Вообще еще Не покупали Для проката Вот сейчас Эти они выходят Я расскажу У нас есть Достаточно Широкий план На весь год И они Даже В какой-то степени Связаны С Оскарами Например Учитывая То что Упоминали Что например Есть какие-то Фильмы Которые Просто Непонятно Как Не получили Награды Хотя В ретроспективе Смотря на то Что вот Матльца Которая 20 лет Насколько она Значимый фильм Странно Что у него Только 4 Оскара Причем Оскар за монтаж За звук И спецэффекты Но казалось бы Это действительно Такая картина Которая Останется В классике Навсегда Матльцу Мы будем показывать 13 марта То есть Фактически Да Получается Как раз Через месяц Мы будем показывать Матльцу На большом экране Поскольку В следующем году Выходит Матльца 4 С Киану Ривзом С Скотт С Вачовски То надо Подготовиться И как раз Посмотрим Первую часть Уже кстати Полным ходом Идут Или если даже Не закончились Съемки 4 матрицы Идут Сейчас как раз Снимают Недавно Появились кадры Со съемок Также Март у нас Будет Не таким Небольшим Месяцем Тарантино Поскольку Тарантино Немного Обидели На Оскарах Тарантино Фильм Получил Только за Декорации И собственно Брэд Питт Получил Сам Тарантино В этот раз Как-то Ну Не очень Повезло ему С Оскарами То Мы компенсируем И покажем Фильм Джеки Браун 27 марта Сначала Покажем Документальное кино Квинтин Тарантино А потом Покажем Его Фильм Джеки Браун Один из самых Интересных Фильмов Который Может быть Остался Немножечко В тени Других Картин Он вышел По-моему После Криминального Чтива Была следующая Картина И Почему-то Вот По-моему У нас Я не знаю Шел ли он У нас Вообще В кинотеатрах Потому что Это был 97 год Действительно Тогда Как раз Кинопрокат Как-то у нас Рухнул И Только Начинали Более-менее Так легально Показывать Кино Ну вот В этот раз Наконец-то Будет возможность За этот фильм С очередь Будет только Одна номинация Ну вот А в мае С очередь Мы будем Показывать Король Лев Но Не Фильм Который Был В прошлом Году А Анимационный Фильм 94-го Года Чтобы Ну не знаю Возвратиться В детство И посмотреть Как раз Эту Классическую Ленту У нас К сожалению Мы не смогли Показать его В прошлом Году Собирались И вот Когда Отменили Сеанс Тогда было Очень-очень Много Недовольных Зрителей Которые Ставили Разные Гифы В комментариях О том Что они Очень разочарованы Ну теперь Будет возможность В сентябре У нас Будет Мартин Скорсесси Опять-таки Поскольку Ирландец Не получил То мы Ставим Славные Парни Goodfellas Мартин Скорсесси 11 сентября Хотя вот Как раз Ведь И Де Ниро И Джо Пеши Да Да Все с боли Ну вот А 5 ноября По случаю Такой даты Мы покажем Фильм V for Vendetta V это Вендetta Которые события Тоже происходят 5 ноября Поэтому Значимую дату Надо как раз Посмотреть Такое кино Ну и на Рождество 22 декабря У нас будет На большом экране Самый рождественский Фильм Клепкий орешек За Борисом Уллесом Die Hard Фильм О котором Многие спорят Является ли он Рождественским Или не является Мы Просто покажем А зрители могут решить Тем более Что Картина В ней Сыграл Александр Годунов Который Тесным образом Связан с Ригой Он много лет Жил в Риге Выступал в Риге Поэтому Я думаю Что будет очень интересно Посмотреть Эту картину Тем более Что это Один из таких Интересных примеров Когда Советский актер Сбежавший на Запад Делал карьеру В Голливуде У него не так много Было фильмов Крепкий орешек Свидетель Вот с Харрисоном Фордом Ну и там По-моему Таких вот Больших работ И больше не было Но он Запоминающийся В тех ролях Но действительно Он Называется В Америке Называют Character actor То есть Персонаж Который играет Определенного персонажа Актер Который играет Определенного персонажа И вот Иногда Не получается Вырваться Просто Из этого персонажа Так что Планы Планов Громадьё Я понимаю Что будет Возможность Посмотреть Очень много Из таких фильмов Классических Ну а Я еще раз Напоминаю Что 1917 Кролик Джоджо Кролик Джоджо Еще Вот Ну из тех Картин Которые были Номинированы И получали Ускар Они идут Еще в нашем Прокате Их можно Посмотреть На большом Экране Спасибо Огромное Сергей Мусатов Кинокулц Сегодня был В программе Синема И до встречи Через неделю Снова встретимся В среду